Ребята, я вас люблю! Единение страны! Это вообще нарушение закона, я бы ее за это вообще турнул сразу же, за вранье. То есть она уже и здесь наврала. Это, сваливай. Все, мы тебя не будем поддерживать. Если бы не было ситуации в эфире, стали бы копать под Алину. Не сделала ничего, будучи невиновным человеком в данной ситуации. На евро, наконец-то, может поехать кто угодно. Ура! Я не хочу цей ей виртуальной вини, тахейту. Алина Паш не едет на Евровидение. У Украины будет новый участник. Че я могу сказать? Казино всегда побеждает. Это Рамузыка, поехали. Евровидение, это как Евровидение, только лучше в сто раз. Привет, ребята, меня зовут Рамин и это Рамузыка. Да, я не планировал делать ролик из, знаете, из одной новости, которая сегодня прогремела. Но решил, что можно такой рассуждательный, болтологический, как мы любим, как вы любите. Потому что у всех есть что сказать. Я решил немножко в другую сторону его повернуть. То, что Алина Паш не поедет на Евровидение, вы это все знаете. Обсудим немного другое. Как быть? Что я думаю? И такой небольшой Q&A, который я прямо перед записью этого видео. Я, собственно, у меня все эмоции немножко рассосались, пока прошел день. Я немного устал уже от предыдущих роликов, столько всякого монтажа. И мы, значит, спокойно сели в Инстаграм в прямом эфире. Я говорю, ребята, задавайте вопросы. То есть вы же сегодня хотели что-то от меня узнать? И ребята позадавали вопросы. Я их написал себе в заметочке. Мы сейчас чуть-чуть поговорим. И потом я отвечу на вопросы по поводу Алины Паш, которые всех волнуют. Итак, не забудьте посмотреть Разоблачение. То есть один из позапрошлых видос Алины Паш и ее, значит, поездок в Россию. Ну, то есть вся информация, что была, я ее собрал и сделал видос специально для вас. Ну, и назвал погромче, чтобы вы как бы посмотрели и были в курсе. Там мы остановились на событиях, которые накалились. На горячих событиях, где, значит, на пресс-конференции телевещатель сказал, что будут ждать ответы из пограничной службы на справку Алины Паш. Справка Алины Паш оказалась фейковая по поводу того, что она пересекала Украину через украинскую границу, а не российскую. Вот, и типа она подала вторую встречную, еще одну уже лично, тогда она болела. И будет ждать ответ. И вот на этом, собственно, закончилось прошлое видео. Закончилось прошлое видео. Но сегодня Алина Паш отказалась от участия в Евровидении официально, и Украины сейчас нет участника. Отказалась ли? Это нам предстоит выяснить. Но вот выписка из ее, собственно, поста. Я артистка, я не политик. У меня немая армии пиарники, менеджериф, юристив и так далее. Я не хочу цей виртуальной вини тахейту. Головно вина за раз все зовнишня, яка пришла в мою крайну в 2014 роции. Значит, я не хочу дали бути, уци, буру... Короче, с вяжким сердцем я занимаю свою кандидатуру, як представника Украине в конкурсе бля-бля-бля евро... Ой, бла-бла-бла, это по-украински. Бла-бла-бла евробачиня. Значит, нажаль. Нажаль, это как этот... Как там был? Гей выеде из воды. И что произошло? Дальше она сказала, что она уволила своего директора. Я такой сижу, думаю, зачем? То есть, что значит... Что случилось? После этого незадолго вышел стейтмент вещателя, что из-за нарушения правил и подачи поддельных документов Алина не будет участвовать в Евровидении 2002. 2002. Я все время путаюсь. Что я думаю? Давайте поразмышляем. Во-первых, пока я снимаю это видео, прямо сейчас у нас в Телеграм-канале Иромузыка вышла новость, что на следующем заседании оргкомитета нацотбора выберут, кто будет представлять Украину на Евро. Конечно, мы моментально там же в Телеграм-канале все запостим. Кстати, там будет что-то типа букмекерского приза. Кто угадает победителя Евровидения, тот получит приз. Пока что я не начал розыгрыш, думаю, как бы его провести. Подписывайтесь. Думаю, как бы не лишним будет подписчиком какая-то такая движуха и приятно тому, кто выиграет. Вот, кстати, один из новогодних винилов, чуть ли не самый топовый, ушел у нас в Киев. Да, недавно получила подписчица. Вернемся к Алине. Сегодня она, значит, что предваряла эти события? Она получила документы в погранслужбе и сделала в Инстаграм видос, как ее снимают. Потом, значит, погоны пограничника. Типа, смотрите, мы в погранслужбе ее снимаем. И сделала видос, где на документах написано, что, к сожалению, информацию предоставить нельзя о перемещениях в 15-м году, потому что документы хранятся только 5 лет. С момента 2015 года прошло 7 лет. И моя первая мысль, опа, господи! А и вторая моя мысль какая была, это что, какой-то малоизвестный закон про 5 лет? Никто, кроме пограничников, никто, ни директор, ни глава вещания, ни Алина, никто не знал, что документы, типа, хранятся только 5 лет? И тянули специально время? Плюс в ее посте про отставку написано, что человек, который сделал фейковый документ, который попал к вещателю, нашел его неправомерно, вообще, как так можно? Мол, мы не видели фейковости, и не стали ни в чем усомняться, подали как есть. Но я разрываю отношения со своим директором. А он-то тут при чем? Он тут при чем? Крайний? Кому легче стало от этого? Или директор и есть тот, кто по договоренности, по доверенности пошел за справкой? И разрываются ли отношения? Знает ли кто-то вообще ее директора? Или это просто для словца было сказано, чтобы показать какие-то последствия, да, типа, жертвы принесенные? Раз для Алины-то последствий никаких не было. Судя по комментариям в нашем чате Телеграма канала, чуть ли не все знают про этот закон в 5 лет. Я как бы не знал, потому что я не в Украине живу. А для главного вещателя и артиста, и все ее команды, это прям слепая зона. То есть, даже никто не представлял. Я правильно понимаю, что правила на отборе Украины перестают быть актуальными, да, и перестают быть жесткими для тех, кто выступал в Крыму вплоть до 2018 года? Потому что такую важную информацию, которая карается законом и карается участием на Евровидении, хранят всего 5 лет. На Евро, наконец-то, может поехать кто угодно. Ура! Плюс ко всему, мы живем текущими событиями, да? То есть, если оглянуться назад, представьте, какого пипеца можно было избежать, если бы еще до начала отбора Алина разобралась с этими 5 годами. Ведь как только и развела ручки, знаете, перед хейтерами, ха-ха-ха, идите в жопу! Потому что как только была заявлена ее кандидатура, пошли вот эти обвинения про поездки в Россию. Просто, видимо, Алине было что скрывать. И поэтому не хотелось идти, собственно, в финальную точку и узнавать что-то у пограничников. А тут оп! И вартануло, да? То есть, оказывается, нельзя данные получить. По сути, опровергнуть присутствие в Москве она не смогла. Так еще и предоставила фальшивый документ. Это вообще нарушение закона. Я бы ее за это вообще турнул сразу же, за вранье. Кто сделал эти доки, она не говорит. Никто не говорит. Директор сказал, что будем искать этого человека, потом имена назовем. Но тут и с директором отношения порвали. Это ж подсудное дело, как бы. Я сразу представил боевики, знаете, когда раскрывают какое-то дело уголовное, и типа, только бабушка из Нью-Йорка на этой улице знает, где запрятано золото. И приходят эти, приходят фараоны, ФБРщики, и такие, и бабушка мертва уже такие, твою мать. И все такие, ах, нет, у бабушки был сын, которому она, скорее всего, сказала, приходят, а убийца на шаг вперед всегда и всегда. Знаете, и сына тоже убили. И думаешь, господи, что это за неуловимый вообще мститель был? И пока человек неизвестен этот, который, собственно, доки по доверенности получал, делал, он не факт, что существует вообще? Он не факт, что существует. До этих пор подавшей документы считается Алина Паш. Она в любом случае считается подавшей документы. Это вот как шептуны мне помогают соцсетями в телеграм-канал наши новости оперативно заполнять. Но крайним-то все равно буду я. Вот так же и она. То есть это подала, считается, подала Алина Паш. Я, конечно, охренел от новости, что она отказывается участвовать на Евровидении. Я вышел прогуляться, пока затишье только из автобуса вытащил ногу, а Алина, как говорится, ноги-то свои с конкурса уже унесла. Сказала, что, значит, все в шоке были. Никто, значит, человек, который подделал документы, он прибегнул к не очень правильным способам, читай, к фотошопу. И это шок. То есть мы отдали доки-вещателю и все, и уволили директора. Какие варианты тут есть? Первое, человек этот и есть директор. Второе, это не директор, но надо показать, что он ведет все дела, и поэтому с ним надо попрощаться, чтобы люди какую-то жалость хотя бы проявили. Мы не видели, не знаем ни этого директора, ни этого человека. Это такая чисто публичная жертва. Уволила ли кого-то она, прекратила ли работать? Впрочем, это уже не важно. Давайте перейдем к вопросам, которые я себе выписал от наших подписичек. Итак, верное ли решение было? Я считаю, что это было верное решение. Это, конечно, было верное решение, потому что только в случае, если она виновата. Если она была невиновна, тут же рядом вопрос, зачем разрывала контракт с директором? Если бы она была невиновна, то понимаете, если вас обвиняют в том, что вы невиновны, да вы начинаете рвать и метать. Чего? Проверяйте все, что хотите вообще. Что? У нас ничего нет. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, понимаете? А тут уже и справка фальшивая, уже и как бы в разных интервью она сказала, тут она ездила, тут она летала, уже все запутались. И тут дело пахнет жареным, и она понимает, что телеканал не остановится. Запомните этот момент, что телеканал не остановится. Почему вдруг? И плюс начали сливаться новости после получения справки, что информации нету о ее поездках. Прямо чуть ли не начали сливать даты ее поездок там на Кипр, в Россию, в Венгрию, вот это все. И она такая, черт возьми, то есть эту инфу где-то можно получить, и ее, если захотят, в итоге получат. И она такая, нет, лучше все, лучше отказаться. Она стала в итоге героиней, то есть, да, она спасла ситуацию и спасла себя, свой mental health. Я, говорит, не хочу этих войн интернетовских. Я сама приняла, то есть, евроиня для меня не так важна на самом деле, как вы думали. Мне главное творчество. И, собственно, вот так вот она оставила часть фанатов. Был ли другой выход? Здесь у меня есть своя теория по поводу того, как разворачивались события. То есть, есть две точки зрения, две теории, которые являются чистейшей фантазией, как Вероника Степанова скажу, это мои фантазии. Я не знаю, правда это или нет. Поэтому тут все очень так размыто. Значит, первая фантазия, что Алина Паш провернула это все сама, да? Там, обманула вещателя, обманула всех. И зрителей, и все такое. Ну, видно, и по справке вранье, и вот это вот все. Другого выхода не было. Есть вторая ситуация, вторая теория. Если на самом деле Алину Паш типа продвигали, и она была, то есть, все знали все, и хотели, и понимали, что она выиграет. Если она как-то была в отношении с жюри близка, или там уже, как говорится, все было порешено, да, то тогда, я думаю, что до последнего она надеялась, что, возможно, что-то можно из этого, что, ну, как бы, телевидение будет на подхвате и спасет ее. И когда она заметила, что телевизор начал против нее поворачиваться, а вы знаете, что телевизор, я почему в начале видео сказал, казино всегда выигрывает, что у телевизора гораздо больше, как говорится, больший пузырь репутационный, чем у Алины Паш. Можно сколько угодно сотрудничать, но когда и ты идешь на дно, телевизор развернется и помашет тебе рукой. Ну, не телевидение, а вот какой-то крупный конгломерат, собственно, с которым ты сотрудничаешь, и там ты, если ты что-то с ним задумал. И как только она поняла, что тут, окей, жюри помолчали, все, я выиграла. Тут, значит, ее этот Лагутин или Агутин, как его зовут, я прошу прощения, не знаю. Короче, третий жюри что-то как-то ее защищает, да? Но потом, и сам уже глава вещателя сказал, да я сам пойду к пограничникам и получу справку. Я думаю, вот здесь уже булочки-то на попе-то сжались. И она такая, ах, твою мать. То есть, телек не станет меня выгораживать. И вы видите, как только сливалась информация по поводу ее передвижения, из-за чего, собственно, ее заставили справку сделать у пограничников подлинную, этот Суспильня сразу же запастил себя на сайте как новость. С одной стороны, как бы независимость, то есть Суспильня не на чьей стороне, с другой стороны, новости нагнетающие. И тут получается, что он уже как-то не поддерживает. Тут уже надо что-то делать. И, возможно, она просто оказалась бессильна, потому что, ну, это шоу-бизнес, детка. И все. Не станет никогда телевизор жертвовать своей задницей и своей репутацией ради какого-то там человека, одного из. Вы заметили, вот я себе пометил, как фокус сменился с обсуждений в криво проведенном отборе и голосовании на Алину Паш. Вот написал казино, всегда выигрывает. Уже все забыли про баллы этого Акутина, да? Глава вещателя покидался громкими фразами. И они, может быть, как-то за них бы ответили. Глава же сказал, я сам пойду справку сделаю сам и сам найду подтверждение. Как-то бы они, может быть, за свои слова ответили. Но так получилось, что Алина спасла всех и сама ушла. То есть тут еще такой теорий заговорный вариант, что, наверное, ее попросили. Сказали, а ну-ка, давай-ка, ты сейчас нам погубишь все телевидение. Давай-ка, это, сваливай. Все, мы тебя не будем поддерживать. И все. Она такая, давай, что делать? Потому что верхушки на телевидении очень много всего всегда говорят, обещают, тянут время вот этими заявлениями, которые через пять дней продолжаются и продолжаются. Но они не позволят так себя... Вы что? Чтобы там это из-за какой-то молодой и юной Алины Паш, которая только собирается в шоу-бизнес влезать, чтобы пострадала Тина Карль, Джамала и телеканал? Естественно, нет. Естественно, нет. Поэтому они, видимо, согласились ей помочь, но раз вот она вот так вот... Она же держала образ, она такая вся добрая, милая. Да, понимаете? Держалась до последнего. Если Калуш там нервничали и злились в сторис, то она держала такой образ. Я что? Ребята, я вас люблю. Единение страны. Мы будем участвовать. Вместе с Калуш давайте споем, давайте не ругаться. Мы народ. Я объединю вас. И она такая, знаете, спасительница. Я спасу эту страну. Только вот забыла, что спасает она их от себя. Алина Паш не сделала ничего будучи невиновным человеком в данной ситуации. То есть она ничего по сути не сделала. Она просто сделала вид, что я невиновна. Ждем, как бы, мы ждем результаты. И все. То есть надо справку, да, подать, чтобы доказать невиновность. Хорошо, я подам. Давайте. Уже неделю назад подали. Мы сейчас ждем. Сейчас, наверное, она придет. А так я вас люблю. Я вас люблю, ребят. Давайте не ссориться. Давайте. Она ничего не сделала. То есть Калуш, будучи невиновными и, собственно, жаждущей справедливости, сделали все, чтобы доказать эту справедливость. На самом деле, за это я восхищаюсь вообще и публикой украинской, и телеканалом. То есть, ну, в основном, самой верхушкой. Вот этим мужиком, который плюнул. Наверное, до него изначально не должно было дойти до самого верха. Но когда дошло, он такой, вы что там натворили вообще? Тут еще моя жопа подставляется. Извините, я проверю всю эту паш, и меня вообще насрать, что там происходит. И вот эта принципиальность, что не важна песня. Были, конечно, есть в интернете люди такие, а что, если паш не отправят, это вот, тогда Аскалуш песни и мы просрем. Дело-то не в этом. Дело в справедливости, в легитимности всех этих отборов. Вот так, как мыслят некоторые люди в комментах, это у нас вот так в России мыслят. Типа, главное победить. Каким способом? Там, че? Кто кого надурил? Сколько там миллионов вложено в отбор, который был еще не настоящий? Понимаете? А тут вот главное, чтобы это было честно, да? И вот за это, конечно, было прям уважение. Это был респект. Поедут ли Аскалуш на Евро им отказаться? Как честнее? Я считаю, что надо ловить возможность. Если им предложат поехать, я считаю, надо ехать. А если они откажутся, то тогда, возможно, никто не поедет, потому что это будет полное повторение ситуации 2019 года. Одна отказалась, вторая отказалась, третья. Все-таки, ой, лучше в этой грязи не участвовать. Но Аскалуш, конечно, им тут нужно подумать именно в плане своего имиджа. То есть, они же его тоже немножко подпортили. Такие скандалисты получились. Хоть и честные, там никуда не ездящие, но скандалисты. Я, честно говоря, их песню даже не помню, поэтому если они поедут, то придется реакцию снимать, если хотите. Ну, можно отказаться, и что? Это же ничего не гарантирует. А прикиньте, вещатель скажет, окей, тогда едете, Аура Атлантика? Они такие, да, мы ем. Они же вообще молчали. И все, и тогда Калуш еще сильнее загорится задница, что Аура Атлантика, которые молчали все это время, поехали на Евроидение, а они, которые добивались справедливости, собственно, отказались, вроде своей репутации. Не знаю. Я за Калуш или мне пофигу? Мне плевать. Мне плевать. Внутренние скандалы бывают всегда. Я вам говорил, что это прикольное время. Как бы это жестоко не звучало, но тут, как бы, отсев, естественный отбор. Евроидению от этого не тепло, не холодно будет, если Украина откажется, поэтому мне все равно. Мне все равно. Мы будем сравнивать песни в любом случае, когда потом они все выйдут. Пришел ли конец карьеры, Паш? Я бы сказал, что это большая репутационная потеря. Это большая потеря. И я думаю, фанаты с ней останутся, которые ей верят. Но я ей не верю, как минимум, потому что если бы меня в чем-то обвиняла вся страна, а я был бы невиновен, я бы не сидел со спокойной рожей. Я бы не говорил, ребят, нет, я бы не сидел. Поэтому верю ли я в честность Алины? Как ни странно, не до конца. Не до конца. Я, кстати, это сказал или не сказал? Да, не верю. Опять почему? Потому что после вранья со справкой фейковой оказалось, что и в итоге она тоже врет. Мне, я смотрю, подписчики пишут, Рамен, ты тупой, ты ничего не понимаешь. Я такой, подождите, Алина же отказалась, да, чтобы, как она схитрила, да, отказалась от участия в Евро. А потом смотрю статью на Суспильне, они такие, нет, 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 извини-ка. Мы тебя не отпускали. Они написали, из-за нарушения правил Алина не участвует в конкурсе больше. По сути, они ее отстранили от участия. То есть за нарушение правил. Она хотела подтереть все, поэтому, пока делали этот пресс-релиз и готовили эту журналистскую вот эту вот статью, она быстренько выложила пост с извинениями, та-та-та, у меня еще карьера продолжается, мы с вами вместе. А потом телевидение такой, нет, 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 ты так просто не увидишь, чистенькая, нас уже заморали. Так что извини, мы тебя именно исключаем за вранье и нарушение правил. То есть она уже и здесь наврала. Ну, как бы, у меня доверия тогда не бывает, так долго не движется. У нас в Командира Музыки все честные и все прямые, открытые. Одно вранье и до свидос. Ой, господи. Если бы не было ситуации в эфире, стали бы копать под Алину. Если бы не было ситуации в эфире с баллами, возможно, не стали бы. Возможно, не стали. И, кстати, до сих пор не решили, никто не спрашивает баллов, да, никаких. Ничего, все честно, потому что докапываться до артистки намного легче, чем докапываться до огромного телеканала, вы же понимаете. Возможно, бы и не стали. И если вот так с этого угла смотреть, если это, например, все заранее было запланировано, то не стали бы. И это очень хорошо разыгрывалось. И это было очень так правдоподобно. Типа, вот, еще про нашу страну. И песня хорошо подобрана. Там, знаете, плюс вот с этими вот эти междоусобицы все межстрановые. Песня, да. Песня была удачная для Евровидения. Удачная для Евровидения была песня. Ну, возможно, не копали бы. Возможно, просто калуж бы постучали ножками, но ничего сделать не могли. Но одна осечка в эфире и все. Уже дополнительный повод сомневаться, в честности. Все. Меня восхитило принципиальный освещатель. Я сказал, жалко мне бабки за смс-ки, который раз собирают голоса и как бы ничего не происходит. Но людей не обманешь. Люди пытаются доверять системе. Они голосуют, тратят деньги, которые сегодня смс-ки были в пять раз дороже, чем в прошлый раз. Вы помните? Но как бы их опять обманывают. Опять обманывают. Как проводить отбор? Какой тебе выход? Теперь выход. Единственный отбор. То есть, как проводить отбор? Единственный способ это честный отбор. И это может поставить под удар успешность Украины на Евровидении. Потому что Россией, как говорится, проверено. Когда все супер честно и дают слово телезрителям, часто выбирают такой шлачок. А телевидение тратит кучу денег на этот национальный отбор. И вещатель тратит, собственно, я так понимаю, все это дело, чтобы отправить и свою команду на Евро. И вот это все. Им, конечно, хочется хоть какой-то вес иметь. Помимо оценок жюри. Но людей, да, людей не надуришь. Не знаю. Не знаю. Если нет данных и ничего нельзя опровергнуть или доказать, почему Алина отказалась от участия? Думайте сами решать и сами паш или не паш. Во-первых, мы уже поняли, что ее отстранили. Она ничего не отказывалась. Видимо, решили на корню, пока что-нибудь еще не всплыло. Но вообще, да, это резонный вопрос. Это уже я выше сказал. Если бы я был невиновен, извините, как бы я бы обосрался, нашел бы эти фотки с 15-го года со свадьбы и как я стою на границе с Украиной и из автобуса селфи со вторым подбородком. и мне было бы плевать. Ждет ли успех дуэт Delicious Ladies? Участница группы Delicious Ladies мне недовольный коммент оставила сегодня в инстаграме под последним постом. Он уже, по-моему, не последний. Значит, видимо, посмотрела ролик разоблачения, который мы делали. Но совсем забыла, видимо, дописать, что она наврала, что Алина Паш ушла из группы 12-го марта 2014-го года, потому что мы нашли, к сожалению, мы нашли фотки в баре Indigo апрельские, да, подписанные с датой и афишу нашли, где выступала Алина Паш и там прям Алина. Ну, как говорится, бздеть, не мешки ворочать. Может, никто не спрашивал документы, просто поверили участникам на слово? Тоже хороший вопрос. Он как раз исходит из теории заговора, которую я вам рассказал, что, например, там, Алина была за поддержкой телевидения или судей. То есть, планировали, что она пройдет, поэтому особо бэкграунд-чек не делали. Или второй вариант, если просто который год, даже после скандала 2019-го года, все происходит безалаберно и вообще никого не проверяли, как бы надеясь на честность. Попросили, как бы справки и все. Но вообще проверка вроде как была, раз была фейковая справка. Просто телек, видимо, не думал, что она фейковая. Может ли Ебу дисквалифицировать Украину из-за политических скандалов Европейский Вещательный Союз? Я думаю, нет. Это внутрики, внутренние скандалы, на каждом национальном отборе куча всяких разных скандалов, за это то есть Вещательному отбору вообще плевать. То есть, когда мы не обозревали эти национальные отборы, мы, я ждал, пока выйдут, будут победители у каждой страны, я вообще не знал, что там у кого происходит. На мелодии фестиваля там кто-то насрал в штаны, там в Украине кто-то подскользнулся, в Румынии кто-то у кого-то цвет волос не тот. Мне вообще было пофиг. И Евровидению, я думаю, Вещательному Союзу тоже пофиг. Им дали задание от каждой страны дайте одного человека. Все, что происходит до этого, я думаю, не имеет значения. Для ебу. Вы, как говорится, вы ебу серьезные люди. Почему канал не замял про справку, а сказал, что она поддельна? Это вот я тоже с вами обсудил, потому что общественный резонанс, потому что начали, вышла инфа, что она поддельная. И, возможно, были какие-то для этого основания. И Алина начала сразу оправдываться. Да вот, человек болел. Это все, пятая, десятая. Понимаете, когда вброс какой-то пишет человек в интернете, ты просто так не реагируешь, если ты не виновен. Ты просто молчишь. Господи, сколько этих людей общается. Ты там, знаете, топовая артистка. Что ты вообще что-то комментируешь? А тут надо было оправдаться, потому что, видимо, что-то было нечисто. Она вообще могла сказать, я не поняла, какого черта, откуда инфа про мою личную информацию у какого-то человека вообще. Кто получил нечестно мою инфу? Где вообще эти пограничники? Ой, идите вообще с своими... Идите хейтеры в жопу. А она давай... Ой, это не я, я просто болела. Все понятно стало. Вот так вот, ребята. Следите за другими видосами. Давайте высказываться. Мне кажется, я сказал все, что только можно. Что я не сказал? Что вы думаете? За кого вы? Мне будет все равно. Кто смотрел со мной стрим национального отбора, я вам сказал, что песня Велл Боя ну не совсем удачная для Евро. Она совсем... Ну по структуре она прям мешанина какая-то. У нее только красивый визуал. Песня Калуш в принципе ничего. Так что, если там будут выбирать между ими двумя, то я... Пусть едет Калуш. И кстати, дурацкий коммент... Ладно, давайте прощаемся. Пока. Сейчас все адресую. С нового видоса увидимся. Подписывайтесь на спонсорство. Скоро Америка Видения. Ну так вот. Дурацкий коммент, который мне пишут, типа... Ты что, Велл Бой? Велл Бой, это же его фамилия. Ты что, ты значит, почему ты не знаешь, как переводится Велл? И вот это вот все. Ребята, я читал на стриме карточку про участника. Краткое сообщение про участника. Я же не знал про него ничего. Песню не слушал, биографию не читал. Мы же делали реакцию на национальный отбор в прямом эфире. Вот как мне написали, так я и прочел. И я не ошибся. Да, это его фамилия, но он себя презентует именно как сочетание английских слов. То есть, он же себя мог назвать по-другому, типа там good guy. Да, и его спросили, почему? Потому что вот Велл Бой, там знаете, моя фамилия, и мне показалось, что типа бой, парень. Нет, он же так и сказал, что я называюсь Велл Бой, это как моя фамилия, если с английского, то Велл, это типа хорошо, а бой, это типа парень, я подумал, что по-английски будет это слово норм. Я так и сказал, что он считает, что это типа имеет смысл. Фраза из двух слов Велл Бой не имеет смысла на английском языке. Этот понятно только вот русскоговорящим людям, которые учат английский. Велл не используется в такой форме около слова мальчик. Вот именно слитно. Чуть-то у тебя не понимаю что ли? Ну да, фамилия, я там поблагодарил, естественно, в одном комментарии, но не в 125. Я не знал про его фамилию. Но презентует он себя именно так, что это типа переводится как гуд бой. Все, пока. Устал я, не буду больше видосы снимать, только сегодня один. Все, пока.